ITN Distribution B22 Films ITN Studios и B22 Films представляют В главных ролях Райан Джонсон, Дарси Дойл, Эрик Хэнсон, Сьюзен Рак, Эштон Льюис и Тодд Гейбл Продюсер Тиффани Макдональд Автор сценария и режиссер Брэд Бентман Формы жизни Формы жизни Эй! Я не хотел пугать Ничего Ну, раз уж мы беседуем Часто приходишь? А ты? Только когда надо поразмыслить Так что довольно часто Уже страшно Да Наверное, я думаю о том, кто я такой и кем не могу быть Что это? Это Это такой низкочастотный бинарный передатчик Часть его Для работы Для работы? А ты кто, электрик, да? Ну, знаешь, ты почти угадала Да, нет Астронавт Мэтью Робин Астронавт, да? Тренируюсь И как успехи? В общем Хорошо Сфотографировать тебя? Что? Ну, снимок Да, ясно Я поняла Но зачем это? Чтобы вспомнить девушку мечты, когда проснусь Давай Давай Так Готово? Боже Улыбнись Я надеюсь, в интернете их не будет? Нет, нет Я пришлю снимки Смотри Мы беседуем Ты как бы выпал из гнезда Чтобы парить высоко в ветрах Нужен знаток систем, умеющий импровизировать Работать с тем, что есть Долго? 17 лет Мы почти прибыли Почти 17 Понимаю Надо решать Юстон взъерошился Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают. Почему ты сейчас? Отец почти долетел. Ему просто чуть-чуть не хватило кислорода. И ради этого ты бросишь меня? Нас? Я исследователь. Мне здесь как-то неуютно. Я хочу знать, что мы не звёздная пыль. И что там не просто тьма. А если мы всего лишь пыль? Мне страшно. Я старалась, честно готовилась. Тысячу раз пялилась в небо. Думала... Говорила, всё в порядке. Но нет. Я всегда буду бояться. Ты этого хочешь? Помнишь ресторан, в который мы ходили? Официантка не говорила по-английски. Приносила не то, что мы заказывали. Странное блюдо. Мы их ели. От одних тошнило. Другие нравились. Другие нравились. Вблизи Умбры с тобой свяжутся и сразу погрузят в сон. Ты окажешься в анабиозе и проснёшься через семь лет. Один год отводится на сбор всех данных. Затем опять анабиоз, но уже в режиме возвращения. Так, семь лет туда и семь лет назад. Странная арифметика. Ну, и ещё два года на борту. Есть спасательная шлюпка. Справишься? Видел симулятор. Выполняй задание. Когда приземлишься, тобой займутся китайские коллеги. Китайцы? 17 лет – долгий срок. Могут быть нештатные ситуации. Мы хотим их предусмотреть. Да, многовато неопределённости в этой программе. Что ж, гипотезы – это окна в новый мир. Окна надо мыть, иначе они не будут пропускать свет. Можно спросить? Ты этим занимаешься ради памяти об отце? Есть другие обязанности. И для человечества это важнее, чем научные изыскания. Земле мы не нужны. Думаю, мы протянем ещё пару-тройку поколений, и всё. Конец. Не хочется тратить на это остаток жизни. Да. Прекрасно. Свет, звук. Прямо сплошная гармония. Знаешь, учебники истории перепишут. Какие периоды? Все. Прекрасно. Какие периоды? Щ titre. Какой период. Очень. Кто. Свет. Ư. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Компьютер, диагноз жизнеобеспечения Хьюстон, это особая миссия Умбра, приём Хьюстон, это особая миссия Умбра, приём Компьютер, запасная частота Хьюстон, приём Вы слышите? Компьютер, проверка связи Перейти в режим А Привет, Мэтт, как спалось? Хорошо, сообщи дату 24 декабря 2030 Это Рождество? С Рождеством, Мэтт Хватит поздравлений, есть связь с Хьюстоном? В данный момент не хватит питания Точнее Скачки напряжения выведут устройство из строя Нет, нет, батареи должно было хватить на 500 лет Кроме того, у тебя не хватит топлива, чтобы достичь Сатурна Нет, не может быть Так, двигатель собран на орбите, он ядерный Топлива хватит на 55 лет Что пошло не так? Влияние радиации Откуда это влияние? Нейтронная звезда Нет, 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 выведи телеметрию Я её уже выводила Ладно, теперь выведи снова Сколько мне ещё здесь сидеть? Стой, стой, стой Погоди-ка Слушай, компьютер чревоточен стабильно? Нет А что с ней? Исчезла Мы далеко от Земли Ладно, плевать на это Что делать? Ты отправила аварийный зонд на Землю? Да И что? Нет ответа Нет кого? Сообщить тебе о новом задании Что? Новое задание? Спасательное И кого мне спасать? Себя Каков наш курс? Сколько осталось? Пять лет Пять лет Ясно Маловато, чтобы вернуться Миссия провалена Компьютер Входим в атмосферу И начинаем процесс заморозки Для возвращения на Землю Повторяю Начать процесс Три-семь-семь-тире-пять Для семилетнего возвращения на Землю Прости, Мэтт Не надо извиняться Делай свою работу Это противоречит моим командам Внутреннего доступа Доступа? За всё отвечаю я Снять ограничения Внутренние команды нельзя отменить Кто сказал? Старший офицер Как самочувствие, Мэтт? Разве тебя это волнует? Анатомия человека Занимает 2% моих ресурсов 20% Это задачи полёта Остальное Человеческая психология Зачем такая программа? Потому что Самое опасное На борту корабля Это небольшой Органический материал Внутри твоего черепа Да, но Люди это не программа И мне не нужны сеансы психотерапии Я просто хочу Хочу Выяснить, что происходит Как самочувствие, Мэтт? Чёрт, опять Какая разница? Эмоции рациональны Программируемы Ладно 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 Так Кислорода хватит на 5 лет Но я не могу починить корабельный компьютер, чтобы нормально войти в червоточину Впрочем, это не важно, так как в червоточине никаких данных-то не собрать Мало того, я вообще не могу вернуться домой Так Первый вариант Я задохнулся и сдох в этой же стянке И второй Я перенастроил криопакет 3-7-5 на 7 лет полёта к Земле и сдох в одиночестве во время сна Но ты не один Что? Есть я Да, лучше сдохнуть Знаешь, что ты увидишь перед смертью, Мэтт? Робин Мэтт? Привет 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 Хорошо спала? Очень странные сны Мэтт? Ладно, прости Слушай Я спокойно относился к этим затерянным в космосе 4 года Может, пора забыть о них? Мне снилось, что я волчица Я поймала лису Но есть не стала, а пустила лису охотиться Она добывала мне еду, а потом вдруг попыталась сбежать Куда сбежала лиса? Укусила меня Укусила? Да Как будто по-настоящему На что похоже? На волчицу Мне пора Опаздываю Буду к ужину Угу Ну и gonna Укусила меня Укусила меня Ш señora Вкусила меня помните меня мы встречались на рауте когда мэтью взяли в этот проект вы тогда речь толкали или о космосе о прекрасном и даже больше звезды это деревья они живут и дышат и все они смотрят на нас я посылала сообщение думала они просто не доходят но ответа так и не было и я решила что он просто не хочет мне отвечать наверное я не была ему нужна неправда мэтью любил вас почему не вернулся не мог были причины например все было неверно просчитано мэтью да и все прочие просто ничего не могли изменить а что случилось червоточина закрылась корабль вылетел но связь нарушилась и умбра не могла нас услышать он полетел туда чтобы наладить связь ваш муж мой жених простите жених мэтью был на умбре неделю а потом двинулся к сатурну там была червоточина капсула была одна нет запчастей было много правительство разрешило нам их использовать и разумеется мы их взяли но этого было мало а его отец он долетел до юпитера но назад вернуться не смог то есть пропал уже семь робин есть шанс есть шанс что он еще жив не знаю в червоточине время течет медленнее у нас год у них 10 точно мы не знаем кто ее закрыл что вы его отправили искать планету планету с водой и кислородом но это тупик вы развлекались ничего не могу вам ответить я только знаю что вселенная огромна а мы в ней лишь песчинки очень многого не понимаем человечество для вселенной практически ничто наши планеты это всего лишь ясли что ж будем в яслях пока нас не выпустят говорят вы обручились я собираюсь прожить свой век и умереть ясно думаю он бы это одобрил классный 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 muchís Ты хочешь узнать, что с червоточиной? Да, конечно. Червоточин нет в природе. Никто не знает, как и когда они возникают. Их кто-то создает, Мэтью. Если кто-то их открывает, то можно связаться с ним. Попросить его создать новую, чтобы вернуть меня домой. Возможно. Но как с ним связаться, если мы так мало знаем? В любом случае, нам стоит попытаться. Компьютер, поиск данных. Ищи необъяснимые электромагнитные отклонения. Есть сигнал. Хорошо, отлично. Так. Если первая червоточина была радиоактивной, то как мы выживем во второй? Я не знаю. Хочешь, спрошу? Спросишь? Компьютер, ты на связи с ним? Да. Хочешь выйти со мной в космос? Да. Надо подучиться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это я. Ты говорил, что я в любое время могу вызвать тебя. Вызываю. Ты меня не слышишь. Но я всё равно хочу говорить. Даже если не дождусь ответа. У меня есть друг. Его зовут Питер. Он врач. Хороший человек. Оптимист. И он любит людей. И... Я не могу забыть то, что ты сказал перед расставанием. Помню ресторан. И всё, что мы полюбили. Все глупые вещи. Но они обретают... Новый смысл. Мы ошиблись. Мы просто... Ничто. Мы космос. И сознание. Посредством жизни Вселенная... Познаёт себя. Я скучаю. Я даю тебе уйти. Позволяю уйти. Позволяю уйти. Как больно. До встречи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, это двоичный код. Ты сможешь говорить со мной, пока меня нет. Как это? Он уже настроен на карту системы связи. Нажимай и говори. Сюда? Ну, там всего одна кнопка. Алло? Алло, включилась? Алло? Если соскучишься, включай и... Пользуйся. А если не хочу? Что, говорить? Скучать. Я не хочу скучать. Алло, включай. Алло. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Проверить показатели здоровья? Да, конечно. Давай. Обезвоживание. Да, но с этим ничего не поделать. Компьютер, ответь мне, ты ещё на связи с тем, кто создал червоточину? Да. Ну? Нет ответа. Сказала, что времени мало? У него нет концепции времени. Тогда скажи, что это срочно. Он это поймёт? Он понимает всё. Да, всё, кроме времени. Соедини меня напрямую. Соедини меня напрямую. Ты уверен, что хочешь этого? Да, уверен. Зачем спрашивать? Последствия. Последствия? Последствия? О чём ты? Что тебе сказали? Что сказали? Твой отец. И что с ним? Он здесь. Он здесь. У меня есть вопросы. Он ушёл. Что? Что значит «ушёл»? Куда? Вижу, ты разочарован, Мэтт. Полжизни его не видел. Я нашёл ваш адрес в записях, Мэтью. Мне нечего вам сказать. Вы слышали запись. Я это знаю. Их было две. Одна в офисе, вторая у вас. Есть определённая частота. Канал двоичного кода Умбры. Мэтт сделал это специально. Но червоточина закрылась. Я не думаю, что сигнал идёт с Умбры. Он проходит сквозь неё. Двоичный код и узкий канал. Сквозь неё. Ну, как... Звуковые волны сквозь стены. При этом кое-что можно услышать без труда. Иногда. Мэтт хочет... Чтобы его услышали. Ладно. Как? Червоточина. Это врата в любую точку Вселенной. Думаю, Мэтью там. Верится с трудом. Мне тоже. Но я сумел раскодировать сообщения. Поначалу я принял это за шум пространства. Но программа интерпретировала двоичный код и стала постоянно выдавать слово «открыть». Вы ведь его слышали? Каждую ночь. Оно не выходит из головы. Я помню его, просыпаясь. И записываю. Каждую ночь. Это ваши сны? Только один. Открыть. Может, это приглашение? Если они создали червоточину, то они далеко опередили нас в развитии. Приглашение от кого? Ладно. Открыть. Что это? Ничто. Кто? Это координаты. Найдёте их? Найдёте их? Не уверен. Червоточина не обязательно приведёт нас прямиком к Мэтью. Он может быть далеко. Мы просто наладили канал связи. Но червоточина близко. Можно долететь. Она не дальше Умбра. Попробуем выяснить. Я скажу честно. Возможно, мы всё же сумеем вернуть Мэтта домой. Понимаю, но... Мне нужно знать. Знать? Что? Что мы не были? Мэтт оставил это вам. Если с ним что-нибудь случится. Не мог отдать раньше. Ясно. Это письмо означает, что ваше ведомство списало его со счетов. Навсегда. Что ж, давайте пока что не будем его вскрывать. Субтитры сделал DimaTorzok. Компьютер. Компьютер. Привет, Мэтт. Есть данные о сообщении? Мэтт. Нет, нет. Не надо увиливать. Давай, выкладывай. Ты ведь хочешь домой? Очень хочу. Даже если дом... Это не дом? Что это значит? Есть другая червоточина. Где? Я скажу, если ты готов слушать. Слушать? Что слушать? Аудиофайл 56W-1. Червоточина не обязательно приведет нас прямиком к Мэттью. Он может быть далеко. Мы просто наладили канал связи. Компьютер, что это? О чем он говорит? Нужно разрешение. Да, я разрешаю. Скажи, что происходит. Твой отец передал координаты в двоичном формате через Умбру. В форме сообщения. Кому передал? Робин. Зачем передал? Это были координаты второй червоточины. И где она? В трехстах милях отсюда. Триста миль. Это... Компьютер, это просто чушь. Им до меня не добраться. Зачем сообщать? Закрыть. Закрыть? Закрыть. Что это значит? Что они могут не волноваться за тебя. Три сотни миль. Мы... Мы... Мы доберемся до второй червоточины. Когда? Компьютер, ответь. Мы летим туда сейчас. Долго лететь? Шесть часов. Отдохни, Мэтт. Компьютер. Это вторая червоточина. Куда она ведет? Скажи... Скажи, я смогу попасть домой? В другой дом. Компьютер. Убрать внутренние команды. Покажи записи моего отца. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Взлет. Системы работают нормально. Ясно, на борту все в порядке. Выходите на расчетную орбиту. Прием. Вас понял, конец. КОНЕЦ 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 Теперь ты с нами? Отец? Где это мы? Дома? На Земле? Не на нашей. Другая планета, очень похожая на Землю, но в другой галактике. И много таких? Их миллионы. Ты все время был здесь? Для тебя прошло 10 лет. Для меня это лишь один миг. Я посетил 700 землеподобных планет, но это лучше всех. Кто создал проход? Мы? Но мы не с Земли. Мы идеальны. Мы неразрушимые сущности. Мы живем миллионы раз в секунду, и у нас не бывает всяких войн и бомб. Даже проблем с парковками не существует. Открыть. Здорово. Двигайся дальше. Открывай. Теперь ты избран, как и я. В этой реальности есть тысячи планет, где цветет жизнь. Поэтому не надо рваться туда, где она скоро может погибнуть. Ты послал сообщение через Умбру. Они думали, это я. Иначе не получалось. И ты прилетел сюда, а твои друзья сумели вернуться к себе домой. Ты соврал им. Соврал? Я предложил им именно то, чего не смог дать матери. Ответ? Концепцию новой жизни без меня. Глупости. Они жили и без сообщения. Не жертвуй многим ради малого. Верни меня назад. Ты не вернешься, сын. Можно замедлить время, но нельзя уйти в прошлое. Твоего дома нет. Это и твой дом. Ложные надежды. Можешь так считать. Робин одна. Здесь ты ей чужой. Возможно, она даже выглядеть будет иначе. Посмотрим. Как закончишь, найди меня. Девочка-пай. Пошли к чему. Возьмитеvan и гибель. Адам. Наша будет посетить эту тему. Продолжение следует... Продолжение следует... А мы встречались? Нет. Нет, прости. А вы уверены, лицо знакомое? Уверена. Прости. Всё в порядке? Тебе здесь нравится? Странный вопрос. Нет, нравится эта планета? Конечно. Мэтт? Видела по телевизору. Тебя часто показывали. Пока, Робин. Ты любил её? Любовь. Что это? Слово. Не эмоция? Любовь. Она не идеальна, как и ты. Любовь. Если любовь тебя радует, значит она реальна. Она ранит. Меняет. Но она не требует больше, чем ты можешь ей дать. Она побуждает стать лучше ради тех, кому ты дорог. Ради близких. Да, ты жаждал вернуться. Но надо понять, что Робин там уже не будет. Не будет. Только ты. Что ты увидел, когда попал сюда? Тебя. Да, тебя. Знаешь, кого я увижу перед своей смертью? Её. Она была последней, кого я любил в этом мире. Теперь меня отпустят? Решай. Тогда я выберу сам. Я горжусь тобой. Не останавливайся. До встречи. Так, входи в червоточину. Входить. Домой. Ли цим дамой. Не останавливайся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Помни, все беззвучно тонет в пространстве, луна падает за горизонт. Я люблю тебя, хотя мы лишь прах, и в прах обратимся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Компьютер! Мы дома, Мэтт. Добро пожаловать. Компьютер, установи связь с Хьюстоном или с другими. Нет никакого Хьюстона. Тогда с китайской станцией? В Китае тоже нет. Стоп, стоп, стоп. Ведь я спал 7 лет. Сколько на самом деле? Сколько я спал? Прости, Мэтт. Компьютер, сколько я спал? Назови мне дату. 22 февраля, 2103-го. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Он прав. Все, что я так любил, ушло. Все это было зря. Ты дома? Да. Наверное. Странная у нас была любовь. Компьютер, слушай. Я прогуляюсь. Да. Скафандр готов? Да, капитан. И компьютер? Мне все равно, что болтают. Ты славная личность. Я вообще не личность. Сегодня личность. Я не могу забыть то, что ты сказал перед расставанием. Помню ресторан. И все, что мы полюбили. Все эти бесполезные предметы. Они обретают смысл. Мы просто ничто. Мы космос. И сознание. Посредством жизни Вселенная познает себя. Я скучаю. Я даю тебе уйти. Позволяю уйти. Как же больно. Позволяю уйти. Продолжение следует... Отпустить. 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 Отпусти. 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 Всегда. Отпусти. Отпусти. Автор сценария и режиссер Брэд Бенкман. Отпусти. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...